Здравствуйте! Добрый день! Наконец-то я до вас дозвонился. Говорите, сейчас я сколько времени жду, вы не звоните. У меня тоже времени-то нет зря. Да, 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 я видел, да. Вы знаете, что у нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Знаю, да, Игнатий Тихонович. Знаю. Значит, у меня сразу тогда я перейду к вопросу. У меня есть вопросы. Меня зовут Денис. Я крещеный в православии, но в церковь не хожу. Значит, у меня есть вопросы, касающиеся веры. Так, я вопрос еще раз повторяю. Я не против. Вы не против? Не против. Я слушаю, пожалуйста. Значит, у меня вопрос. Пару вопросов, я их разделил, чтобы было понятно, чтобы мы не путались. Значит, первый вопрос у меня такой. Библия и народ Божий, и толкование, и христиан, и еврейские толкования. Вот меня интересует это. Я смотрел ваши ролики, всю информацию, в принципе, я знаю. Ну, что вы делаете, для чего вы это делаете. Значит, меня интересует первый вопрос про Библию. Почему в Библии Тора названо Ветхий Завет? Перевод, это же не Ветхий Завет. Тора, это же не Ветхий Завет. Это, если перевести с еврейского, это закон. То есть, закон Божий, который дал Бог Моисею и так далее. Вот почему назвали Ветхий Завет? Это апостол Павел. Так я отвечаю. Апостол Павел так называет, и нам переначивать нет смысла. Потому что писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. А Ветхий почему? То есть, по сравнению с тем, что Господь открыл, это прежнее, говорит, ветшает. И близко к отмене. Ветхий Завет служил только для того, как написано, детоводитель, как нянька. Она нас подвела к совершенному мужу Иисусу Христу и оставила. Так и названо, и вопрос даже не должен возникать. Ветхий, то есть, старее Нового Завета. Он отвечал, и теперь мы им не пользуемся. Господь его возвысил. Если там было, не убей. А в Новом Завете заповедь эта не отменяется. Он пришел не нарушить, а исполнить. И теперь ненавидящий брата есть человек, убийца. Там было, не прелюбодействуй. А в Новом Завете написано, чтобы не смотрел с вожделением на женщину. Уже прелюбодействовал. То есть, заповеди все до одной сохранены. Но теперь для совершенного мужа дается. О чем помыслить ветхозаветники даже не могли. То есть, евреи до этого, так скажем, они же до сих пор живут по этому Завету. Назовем Ветхому Завету. Для них он же до сих пор сохранился. То есть, это для нас он, ну, как бы Ветхий Завет, у нас есть Новый Завет. Но что же евреи тогда? Они живут по Старому Завету. Каким образом тогда, ну, для нас, я так понимаю, для нас Новый Завет, Завет не то, что отменяет Старый, но он как дополнение, он как, ну, следующая ступень, так сказать, усовершенствование Старого Завета. Но евреи, евреи так не считают. У них нет такого, что, у них-то толкование совсем иначе, не как у православных. То есть, ну, я буду называть христиан православными, да, ну, чтобы понимать. Вот. У них-то свои толкования, свои мудрецы, у них по-другому идет трактовка ихнего Торы. Вот. Мы не будем выносить решение. Решение вынес сам Господь и сказал, ваш Бог дьявол. Евангелие Теана 8, 44. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Они его распяли, пришедшим в Мессию. И Господь говорит, я пришел к погибшим овцам Израиля. Это скотомогильник был, куда он пришел. Погибшие овцы. И теперь он прямо говорит о том, что пришел к своим, к евреям, а свои его не приняли. Евангелие Теана 1, 12. Не приняли, они его не узнали. Они распяли его, отреклись от него, а кровь его на нас и на детях наши. А они не принимают, они избрали такую участь. Что мы можем сказать? Сегодня 2 миллиарда мусульман считают, что не распят, не воскрес. Да, да. Распят, мы в грехах. Да что будем? 1300 лет они идут, 2 миллиарда. А первое, первое сказали, его украли. Сатана сначала украли, а теперь не воскресал. То есть это один и тот же дух трудится. Мы должны сказать им и отойти. Они, ветхий завет. Павел говорит, если вы обрезаетесь, а не обрезаются, то вы отпали от Христа, остались без благодати. У нас все сказано определенно. Мы получили письмо, послание от апостола Павла, от всех апостолов. И кто не признает Христа, пришедшего во плоти, Иоанн пишет, это от дух антихриста. Значит, они все антихристы. Первое послание Иоанна и 2 Иоанна. Я свои слова не прилепляю нисколько. Они там мало что не толкуют. Мы считаем 8 глава 20 стих пороха Исаии, который они признают, что если у них не по слову Божию, то нет там света. Нет. Вот я беседую, допустим, с евреями в синагоге. Я спрашиваю, о чем говорит Исаия, которого вы перепилили пилой, ваши предки. Говорит в 53 главе, кто будет изъязан, мучен, оплеван, и раном его мы исцелились. О ком речь идет? Они где-то еще пытаются говорить, а здесь говорят, не будем об этом говорить. Везде одинаково говорят. Я вам скажу, что они к чему-то приводят. Я смотрел эту информацию. Они говорят, что это говорится про народ еврейский в целом. То есть не про личность одного человека. То есть это не человек, который пришел. А это говорится, в принципе, все эти пророчества, они к чему подводят? То есть к чему нынешнее еврейство ортодоксальное приходит? К какому мнению? То, что Мессия, это не конкретно какой-то персонаж. У них это, возможно, как один из вариантов, это процесс, либо это целый народ израильский, народ Божий, который всегда страдает, который всегда народ их гонит. Так, вас как звать-то? Денис. Как? Денис. Денис, Денис. Денис, значит, Денис. Знаете, нам зачем, говорится, чужое нужно? Они так понимают, это их выбор. Они сделали, они толкуют. Эти толкуют, по-разному толкуют. Мусульмане говорят, где говорится о Христе, придет... Мусульмане, даже мы их не берем. Мусульмане, у них другая книга. Они так переворачивают все. Сектанты по-другому понимают. У них другая книга. Нас это не надо разбирать все. Нам абсолютно точно истолковались святые отцы. Речь идет о Христе. А они не признают. Они отпали. Отломились, как говорит, не приносящие плода. Апостол Павел прямо говорит, они отпали. Не верим. А мы привились верою. Поэтому не гордись, но бойся. И Бог сильен привить. То есть, он понимал это? Они, говорит, препятствуют говорить мне о Боге, о Христе. И тем дополняют меру. Гнева, который Божий гнев грядет на них. А кого они исцелили ранами? Какими ранами? Какую? Революцию, что везде устраивает? Чего они сделали? Ранами они толкуют. А ты что слушать-то? Нет, тут хорошо, давайте... Мы на всю балку сидеть будем. Просто... Ну, свое, да. Просто... Судя... Как сказать? Вот вы также про сектантство говорите. Почему мы должны слушать сектантов? Я полностью согласен с этим. Нам две тысячи лет. У нас есть святые отцы, рукоположение, история. Вот. Поэтому мы правильно понимаем веру. Такая позиция православия. Мы как бы правильно ее понимаем от начала века. От Рождества Христова и до сегодняшнего дня. Эти сектанты появляются 15, 17, 18 век и начинают новые толкования. Так у меня с этим чуть-чуть идет недопонимание. То есть, если позиция правильная. То есть, у нас есть история. Ученики, апостолы, ученики. То есть, все это говорилось. Ну, почему же тогда у евреев? У них же четыре тысячи лет ему. У них то же самое идет. То есть, ну, такая же ступенька, такая же история идет. То есть, я хочу, как сказать, у меня сомнения есть какие-то. Это не хорошо, конечно. Ну, то есть, мне там сектанты говорят, там что-то рассказывают. И я, понятное дело, я им как бы сильно, ну, не доверяю. Потому что они хорошие люди, но я им, ну, то есть, действительно им там 100-200 лет. Хорошо, православию две тысячи лет. Но мы же, как бы, зашли в веру еврейскую. То есть, мы взяли старый завет, дополнили его, как бы, новым заветом. И дальше мы идем по своей дороге со своими толкованиями. Но у них же есть свое толкование, которое абсолютно не подходит под наши толкования. То есть, как мы можем взять, грубо говоря, еврейскую веру и сказать им, «Ребят, вы неправильно понимали, вы, ну, вы все не так поняли. Вот мы пришли, мы вам сейчас объясним». Это то же самое, что сектант подходит к православному и говорит, «Друг мой, ты не так, брат, понимаешь, вот надо понимать так». Берет текст Библии и по-своему его как-то комментирует, вырывает из контекста текста. Вот каким образом?» Я второй раз повторяю. Давайте мысленно перенесемся в первый век. Давайте. Вторых киллеров. Заклялись, не пить и не есть. Да, да. У них такой свой. Пока что не сделают? Пока не убьют. Не убьют. Ну, мы что должны знать? У них такое толкование. Они развязали Октябрьскую революцию, которая обошлась в 100 миллионов. Давайте что они сделают? Это же еврейская революция. Нам зачем это нужно? Все деньги, все в их руках. Мы верим, что в машинах, которого ждут, будет антихрист. Мы это знаем? Ну, тут все наоборот, а я и говорю. В основании Яна Златоуста, он обращается 8 слов к евреям, к иудеям написано. Разбирает подробно, как они веровали, что они делали. Ян Златоуст. Самый плодовитый проповедник, умерший. Я знаю, я его читал. Ян Златоуст. Так, теперь. Нам не нужно дальше ничего говорить об этом. Когда Христос пришел, они его не приняли. А они не приняли. Ну, не приняли, я еще теперь буду. А почему не приняли? Они сами пусть отвечают за себя. Я его принял 23 года сознательно. Склонился перед ним. А он никак. Ко мне приехал еврей. Который еврей. Наум Израиль. Чистопородный. Он не больше трех часов у меня был. Сейчас православный батюшка. И не худший. Но он был ортодоксальный еврей? Или он просто был еврей? Он был ортодоксальный и ходивший синагон. Он еврей. Родился в еврейской семье. Но он верующий еврей или просто еврей? Он сейчас священник. В моем доме он обратился. Стал моим крестником. Мне больше не надо ничего. Мы конкретно... Я его не ждал. Его привезли ко мне. Показать. Вот какой там человек. Теперь. Мы находимся вместе с Иоанном. Иоанн говорит. Возлюбленный ученик Христа. А рядом сидят сегодня евреи. Допустим. Ну возьмем самых лучших ортодоксальных евреев. Представляешь? Давайте мысленно призовем, что апостолы среди нас. Первое. Иисус проповедует. Говорит. Принимает. И вот приходит учитель Израилев. Вы знаете, Никодим. Мы начинаем считать. Вот евреи сегодняшние говорят. В первом веке. И я его принимаю как Захей. Вы его примете? Нет. Все. Мы разошлись. Больше не надо ни о чем говорить. Христос воскрешает Лазаря. А они порешили убить Лазаря. Ну а как это? Будем говорить. Как они могли? Нам не надо. Написано. Зачем нам теперь за себе мозги пудрить пылью чужой? А они ответят за себя. Отряси от них прах. И отойди. По порядку. Я возлюбленный ученик. Совершается вечер Господня. А они приходят его взять. Пилат хочет освободить? Нет. Они никак не подкатили вину. Что я могу сказать? Какой закон им повелевал убить? Владыку пророков. Пророков. Он. Я когда. Уже пришло время умирать Стефану. Он уже поверженный лежит. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Кого? Он напоминает им. Кто они такие? Христос определил. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоть отца вашего? Поэтому. Когда я говорю. Вы меня не понимаете. Восьмая глава говорит. Почему вы не понимаете речи моей? Вы не хотите прийти? А я буду думать. А почему не хотят? А почему? Не надо даже чамкать. Христа отвергли. А почему? Гнали меня. Будут гнать и вас. Вот и весь ответ. Они чужды. Они не прописаны на небе. Они приготовлены к погибели, как хворост под котлом. Ты отойди от них, чтобы не заразиться. И больше никогда вопросов по этим не задавай. Павел. Гонят его. Гонят. Согласились убить. В корзинке его спускают. Петра спрашивают. Что делать? Они поняли. Распяли. Два тридцать восемь деяния. Покайтесь. Вот первое, что нужно евреям сегодня сделать. Не толкование свои придумывать. А покайтесь. Запятая. И докрестятся каждый из вас своими Иисусом Христа для прощения грехов. Пойдут они на эти слова Петра. Петра. Да. И получите дар Святого Духа. Они не получили Духа Святого. Дух лжи обуял их. Мне не надо решать за них. Они отвергли это все. Отойди от них. Еретика после первого и второго вразумления. Титул 3.10. Отвращайся. Для того, чтобы тебе не заразиться. Они самоосуждены. И вопрос не задавайте больше. Почему они? Как? Почему? И по их делам. Они, делающие, говорят, добро идёт к свету. Делающие злое. Идёт во тьму. Не принимают. Кто не имеет сына, не имеет отца. Они отца чтут. Ну да, и его они чтут. А сына не принимают. Вот у них нет и отца. Начинается только. Вначале было слово. Слово было у Бога. И слово было Бог. Признают они его за Бога или нет? Нет. А как я могу им доказывать? Не надо ничего. Отойди от них скорее. Не, не. Вопрос не в этом доказывать им или нет. Вопрос, чтобы у меня сложилось всё. Не надо складывать все в голову. Не надо. Не прописаны на небе. Они избраны. Сосуды в доме есть, говорят, добрые и злые. И. А как же не прописаны на небе, если это весь Ветхий Завет говорит про народ избранный. То, что они избранные. Ну, Бог же не зря их избрал. За то, что они жестоковыльные, жестокосердые. Но они никогда Бога, даже когда придёт Антихрист, они не... Приняли только. Приняли, тем да. И Павел говорит, отвергся и совсем. Говорит, нет. Не совсем. Я из народа израильского. Я же обратился. Если один обратился, значит, не отверг ещё народ израильский. И он прямо говорит, кого из пророков в прошлом, никак. Кого они гнали? Они молчат. Они убить его только больше ничего. Они его убили. Первомученик Степан. Кого они гнали? Вопрос 11. Кого они гнали? По порядку. Кого? И они ответить не могут. Везде занимались только этим. Пророчества какие были. Они всё плевали на это. Весь Ветхий Завет наполнен кровью. Говорит, наполнил Иерусалим от края до края кровью. И кто это? Цари. Непростые цари. Вродословные Христа. Нам ничего нельзя сделать. Ты это услышал? Прочитал Ветхий Завет. Ты понимаешь, что грань положена. Христос говорит. Если там было, а я говорю вам. А я означает в совершенно другом направлении. Было сказано то и то. А я говорю, враг голоден, напой его. Знают они это? Они не принимают. Но что я могу сделать? Они не принимают. Не принимают. На них гнев идёт. То Сталин, то Гитлер. Сколько они бедное претерпели. Я ничего не могу сделать. Примите Христа. Ну, понятно. Христос у них наш. Христос не подходит под описание. Хорошо. Тогда что же? Не надо. Мы повторяем одно и то же. Третий раз я начинаю говорить. Вопрос не должен возникать. Христос не может их обратить. Не спасаются, получается, что ли? Он не может их обратить, Христос. Он молится за них. Прости не знают, что творят. Обратились они? Нет, конечно. Его молитва на кресте и та осталась неотвеченная. Ваш вопрос этот... Я не знаю, где его подцепили, этот вопрос. Он вообще не должен у христианина. Тебя в Господь... Ну, в этом и вопрос заключается. Что почему-то всегда я так по толкованиям читаю, вот с вами вот сейчас разговариваю. Всегда возникает вопрос, ну, ответ таков, что не думайте об этом, как бы у вас не должно возникать вопросов. Вот принимайте все на веру, все лишних вопросов, можно сказать, не задавайте. Вот не получилось, они не приняли, они как бы отпали. Ну, у меня чуть не складывается по всей истории, по... Ну, Александр Мень принял, стал христианским пастырем, православным священником. Он принял, его мать приняла. От нее и он принял. Значит, евреи не отвергнуты. Ну, я и говорю, они не могут быть отвергнуты. Один на миллион, если избранный, уже не отверг. То есть часть? Конечно. И язычники часть, и русские часть. Не все спасутся, а те, которые рожденные свыше и живут в Духе Святом. Непременные условия. Римлян 8-9. Кто не имеет Духа Святого, тот и не его. А почему? Не надо никаких вопросов задавать. Ты или принимаешь его, как в троице единого, не раздельный, не слиянный. Или ты просто еретик и ничего зря в воздух молотить языком. Нам уже готовы оставить отцы. И он сказал все с вами во все дни до скончания века. Во все дни. А не так, что до лютера не было его. Да, это понятно. Об этом даже говорится. 16 стих. Матпея говорит, создам церковь свою. Врата Адаме дали. Я говорю, когда создал он ее? Не сказал церкви, как сейчас церкви. Церковь одна, невеста его. Когда создал? Ну все знают где. В доме, где пятидесятница застала их. И вторая часть в Корниле. Язычники вошли. Все кончило теперь. А теперь начинают. Их сколько в Америке в одной? 21 тысяча. Этих, в кавычках, церквей. Да, это я знаю. Об этом, я думаю, даже не стоит говорить. У вас каждый ролик про это сказано. Давайте тогда пошли дальше. На это чуть-чуть я ответ услышал, как бы, про народ. Так, тогда вопрос дальше. Ну, чуть-чуть коснемся еще этой темы и уйдем с нее. Потом пойдем говорить про церковь. У меня вопрос такой. Значит, если в первые века, после распятия, верующие в Христа евреи были, существовали. Ну, он же в Израиле все его распялись. Соответственно, все его подвижники были евреи. То есть, те же самые евреи. Дальше, по истечению его смерти в воскресенье. Первый, второй, третий, четвертый век. В четвертом веке мы уже по истории не наблюдаем вообще почти евреев. То есть, там только римляне. Ну, язычники, да, назовем это так. То есть, остаются только язычники. Вот. Получается, что вот эти... А на данный момент верующих евреев во Христа совсем там 0,5%, если будет. Получается, если он говорит, что Бог не пощадил природных ветвей за беззаконие, и он их отсек, и язычники, дикая маслина привилась на их место. Дальше говорится, если мы будем беззаконие делать, он также нас отсечет, а природную обратно привьет. Вот. Так если вот после четвертого века евреев уже не осталось, привилась дикая маслина, и что сейчас творится, да, ну, в христианской жизни, ну, в православной церкви, так называемой, ну, в христианской, может, он обратно отсек дикую и привил старую? Во-первых, неправильно говорить, что четвертом веке нету. С первого века Иерусалимская церковь первым числом идет из христиан. Она по сегодняшний день свой патриарх. Как это? Никого нету. А патриархат есть. Но он что, еврей, что ли, патриарх? Ну, евреи, чистопородные евреи. С первого века ни одного дня не было по сегодняшний день. И по сегодняшний день патриарх Иерусалимский, то Иринея там был, вот все. Значит, вы неправильно сразу уже поставили вопрос. Мы должны сказать, никогда не было, чтобы еврейская патриархия исчезла. И она, вот наша русская православная, православная российская церковь, она на пятом месте стоит. Там впереди римская, где там были, вот. А они всегда были по сегодняшний день и есть. И там монастыри православные еврейки. Для евреев. А, ну этого я не знал. Да как нету? Это, это... По сегодняшний день это там православные, когда едут, они в храмы там уйти причащаются. Они евреи. Ну и к ним приходят те, кто понимает язык еврейский. Это хороший этот... Так, так... Ну вот, один вопрос отпадает тогда. А то я думал, их совсем все. Никак. Повторяю. Язычники вклинились. Иерусалимский патриархат с первого века, и он в числе в диптихе первый записан. Допустим, православные церкви, которые считают... Первая иерусалимская, вторая там греческая, третья, пятая, российская. Но она есть. То есть все... Самая большая, а по числу, допустим, патриархи, когда сходятся, то очередь, где они сидят, первым на возвышении сидит еврей, дальше идет на пятом месте, по Кирилл. Ну, это хорошая новость для меня. Потому что я смотрел сейчас тоже, евреи, которые приняли Иисуса, но тоже они не относятся к православию, они как сектанты точно. Еврейские сектанты, которые приняли Иисуса. Я не знаю, знаете вы такие, нет? Я знаю, мессианские называются. Да, 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 да. Мессианские евреи, да. Я вот думал, ну неужели это... Ну, это тоже не оно, да. Так, ладно, тогда все про ветви, про маслину, это понятно. Все это есть. Дальше про толкование хочу поговорить. Про толкование православное. Вот, я читаю сейчас Библию. Ну, у меня на телефоне есть. И там приложение такое. То есть текст идет и толкование. И там выписывают там Златоуст, и Лопухин. Ну, Лопухин мне нравится, я еще понимаю его. Златоуст чуть-чуть я не понимаю, он по-старому говорит. Красиво говорит, но по-старому. Значит, вот толкование есть. Я как понимаю, православное толкование, значит, оно говорит, что нужно все принимать на веру. То есть не нужно задавать вопросов, ничего. Я приведу пример вам, если позволите. Значит, толкование на Луки 21 стих 5-11. Значит, там говорится, что когда... Сейчас я вам скажу. Про разрушение Иерусалима. Вы знаете этот стих, да, 21-21? Не помните его? И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, он сказал, придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне. Пророчествовал, сказал. Значит, феофилакт болгарский толкует так. Вот это место, с 5 по 11 стих. «Прилично пророчествует Христос теперь об Иерусалиме, чтобы мы в этом имели сильное доказательство того, что он есть истинный Бог». То есть... Вы здесь? Ага, что-то зависит. То есть, вот такое толкование, оно как? Имеет основание быть. Вот. То есть, Иисус пророчествовал об Иерусалиме, что он будет разрушен. Он говорит, из-за того, что он изрек это пророчество, мы имеем сильное доказательство того, что он истинный Бог. Как бы, вот как это... Для меня чуть не... Ну... То есть, слабое такое толкование, как бы. Просто вот он пророчествовал, и из-за этого он Бог. Вот. И очень много таких толкований, там и 25-29, там про Симеона, когда он взял на руки Иисуса и сказал, «Ныне отпускаешь меня, владыка». Феофилакт болгарский также толкует это, что только истинного Бога он взял на руки, «Ныне отпускаешь раба твоего владыка», мог исповедующий, что он есть Господь жизни и смерти. То есть, из-за того, что он сказал, «Ныне отпускаешь меня, раба», взяв на руки, то есть, мог только тот, который исповедует, что это Бог. Ну... Вот у него на руках. То есть, вот... Вам недостаточно этого. Что он исповедует, это исполнилось предсказание. Да, да, да. В этом... Никто этого знать не может, кроме Бога. Так, вывод делается такой. У меня не возникло это. Вот у меня возникает, до меня не доходит. Никак. Значит, мы разные. Я просчитал и понял. Только Бог может знать, что будет дальше. Историю Бог творит через своих людей. И здесь полностью исполнилось. Мы знаем это, в 69-70-е годы, что пришел Веспасиан, он осадил Иерусалим, а Тит, его сын, закончил и разрушил все. И отправил их. И Иерусалим был распахан, солью засыпано, ничего не росло. Пророчество исполнилось. Да, это только Бог знает. Но и... Ни в одной книге нету. Ни в Коране, нигде пророчеств. Ни одного. Не, ну а как же пророки, которые... Ну, те же Исаия, тот же Самуил, там... Они что, что они? Тоже боги, что ли, если они пророчества? Нет, они говорили, что от Бога. От Бога это. Но мы признаем, что они говорили силой Божией, которая открывала им это. Правильно. Так. А здесь Он сам говорит не через кого-то. Они получали это от Бога, а Он сам. Вот и все. Если это не доказательство, нам тогда достаточно... Апостол Павел говорит, Бог... Второе послание к Тимофею. Бог явился во плоти. Показал себя ангелом. Дальше говорит. Проповедом в народах вознесся во славе. Да пришел во плоти. А пророчество было, почему не признают? 7 глава 14 стих Исаия. Все девы во череве примет и родит сына, а нарекут ему имя Эммануил, что значит с нами Бог. Что-то толковать-то. Ну не пастух, не Амос родился Бог. С нами Бог Эммануил. А теперь вот слово такой. И вопросов никаких нет. Они это считают, считают. Верят, не верят. Отойди от них. Не заражайся их безумием. Да верят они, по-другому верят. Ну, по-своему они там. Я не знаю. Что вы делаете с собой? Живите свободно. Тем более Пеофилак-то знаете. Он брал из всех святых отцов. Самые великые мужи церкви никогда по-другому не понимали. А я кто такой? С чего ради я буду искать где-то? Ну пойду к баптистам, к адвентистам. Чужую блевотину хлебать. Ну так послушайте. Если бы я не искал, так я бы ходил к баптистам. Я могу так сказать. Я говорю просто так. Не упрекай. Я говорю как о себе. Так. Просто чуть не до... Говорите. Я сейчас открою дверь. Хорошо. В общем я так понимаю. Христианину в данном случае мне. Вот я родился в православной семье. Да. Ну у меня в православии. Крещённый в православии. Значит мне надо просто взять, принять мою веру. просто на веру. Как бы не проверять, не задавать лишних вопросов, не копать, взять и исполнять. Только так. Только так получать. А другого варианта нет. А как я могу проверить, что Бог сотворил из ребра Еву? Ни одной... Не, ну это вот туда лезть, туда лезть уже... Это везде так. Абсолютно везде. Воскресил лазера четверодневно. А сегодня, знаешь, пять минут мозг уже всё... Уже не воскрешается. Ну мы на каждом шагу будем думать, а как это так? Тавифу как он воскресил? Как? И Господь сказал... Это другого вопроса. Я скажу, что пострадать придётся о Павле. Исполнилось. Исполнилось. Петру сказал, говорит, прострёшь руки. Его распяли Петра вниз головой. Пророчество? Пророчество. Надо просто поверить. А сомневающийся? Подобен морской волне. Я тут буду сомневаться. А там зачем мне это надо? Когда мне надо работать? Ты умерил. Крепко стена, камень, скала. Господь мне сказал это. Я на молитве проверяю себя. Для этого, говорит, семикратно в день прославляю тебя. Три святое, сто поклонов. И вот девять раз в день молюсь, у тебя вся эта шелуха отлетит. Тебе некогда будет думать. И узнавай, где кто в тебе нуждается. И ты увидишь, новые люди обращаются. А так эти... Вы думаете, мало? Вот мне говорят... Ну, когда с мусульманами беседую, я много беседую. Ну, у нас почти одинаково. Я посвятил... Да не одинаково там. Нет, я сейчас объясню вам. Смотрите. Почти одинаково. Я доказываю, на основании все данной суры аята, сравниваю с Библией, целый том. 5216 расхождений. Ни два, ни три. 5216. Я знаю, это не одинаково. Ну, можно об этом... Ну, не тратите время, потому что у нас не одна и та же книга. С евреями у нас одна и та же книга. С мусульманами у нас не одна и та же книга. Все евреи попятились. У них нет девы. Они готовы... У Бога все разнаряжено. Что... У Бога эта проекция идет. Они обязательно должны принять антихищество в храме. Принять как Бога. Они ему поклонятся. Этот не Бог, а этот Бог. Этого Мессия они не приняли. А того Мессия и Машиаха примут... Как же? Они в конце концов же не поклонятся ему, тоже отвергнут его. Примут... Когда он скажет, что он Бог, поклонитесь мне, они не примут. Ну, как Богу. И только малая часть останется, не поклонятся. Как Бог. Мы приняли плотники Назарейского Бога. Они его примут. Святые отцы Ифрем Сирин об этом говорит. Кирилл Урусалимский. Папе и Павел. Все так говорят. Они примут его. Но узнают, что он даже не обрезанный. И тогда отшатнутся от него многие. Владимир Столовьев пишет. И он воздвигнет о них гонение. И остаток спасется. Так, понятно. Вы еще можете говорить или вы к вам пришли там? Еще это пришел у меня... Брат, брат, я видел. Брат, священник. Хорошо, что вы в Ютубе. Молодец. Нашли подход современный. Значит, дальше я хочу поговорить о церкви. О церкви православной. Конкретно православной. Вот. Значит, тоже я чуть не понимаю. Если церковь это дорога, ведущая к Богу. Созданная Иисусом Христом. То какая она? То есть, я так по роликам в вашем видео. Православие, католики, греко-армяне, копты и так далее. Ну, если мы возьмем, допустим, направление православия. Не католицизм, не греков, а именно православие. Да? То православие же тоже есть МПЦ, УПЦ. То есть, в каждой... И в каждой из этих церквей есть, ну, даже как у вас. У вас зарубежная православная церковь, в Москве патриархия. То есть, есть внутренне, общее, это все одинаково. Ну, а внутренне есть там разногласия. Можно бриться, нельзя бриться. Там, ну, вот такие уже. Как с этим быть? То есть, как... У нас в Библии есть. Нам зачем это вот думать туда-сюда? Библия говорит об этом. Бороду наполовину сбрели. Давид даже не запустил в Иерусалим. Идите в город, проклятие, живите. А они были очень обесчищены. А когда Лирию изнасиловали у Якова, она была обесчищена. То есть, это хуже изнасилования. Ну, и все. Посмотри на иконы, на все. Христос, пророки, апостолы, все с бородами. А они не так. Это Украина нас заражает всем. Прижать священников, толстомордых, бритых таких. Они что-то делают. Нет, хорошо. У меня вопрос такой. Как быть тем, допустим, те же, которые на Украине, люди. Ходят в Украинскую Православную Церковь. Кого им слушать, получается? А они разве говорят, что Христос не воскрес, другой символ веры считают? Ну, то есть, обозначим так. Главное, чтобы общее было одинаково, а по мелочи это уже не имеет как бы символа. Он считает, как Христос сказал, или говорит, главным единством во второстепенно свободы во всем любовь. И блаженному Августину приписывают это. Так, значит, заключим такой ответ. Если основные законы были приняты на вселенских соборах, вот основные, а дальше поместные соборы, которые принимали законы, это уже как к ним относиться? В Библии должны мы смотреть. Почему? Повторяю. Исайя 8-20. У них же тоже оттолкование их святых отцов ведет. Я не говорю о себе. Вообще всегда надо смотреть. Всегда надо смотреть в Священном Писании. Что она говорит? Если бы прийти Слово Божие, нет в них света. И апостол Павел говорит, если кто-то ангел из неба придет, мы придем, будет говорить не то, что мы проповедовали, а напима. То есть проклятие ему. Галатам 1 глава 8-9 стих. Нам не надо ничего придумывать. Это все уже обкатано. Готовое бери только. Они так, но они имеют рукоположение непрерванное. Сейчас говорят автокипальное, украинское, как Томас ей дали. Церковь, настоящая церковь. Я в те годы везде говорил, дайте им свободу. Не хотели. Денежный поток боялись. Теперь ушли. А в Арфалме эти торгаши, они тут как тут подсуетились. Ну просто православных скоро станет тогда таким образом, как сектантов тоже там будет. УПЦ, РПЦ и так далее. В УПЦ будет еще там два направления. То есть и опять же их станет тысячи направлений таких. Да их тысячи никогда не будет. Нет никаких тысяч. Возьмите в России. Бывает такое... Как в начале. Была кафолическая церковь. Все вот... Конкретно. Вы сказали, вот Московская патриархия и РПЦ, мы тут. Но Московская патриархия, митрополит местный, приезжает к нам, вот я сижу тут, служит. Потеряю вкует служить со священниками. Нас ничто не разделяет. А в глазах вроде против. Они не имеют права с нами что-то делать. Только и всего. У нас все одинаковое. Ну, допустим, православие сейчас часто бывает ладошкой по голове покрестился. Да, да. Это никак. Десятое апостольское правило. Если нет три погружения, да будет извергнут такой священник. Ну и все на этом. Служить некому. Так и что тогда? Ничего нет. Господь усмотрит. Мы когда начинали говорить, это ничего нельзя сделать. У нас все до одного крещены в полное погружение. Все. Я видел. Хорошо. Получаю, вот те, которые крестят. Патриарх там собирались, говорили. Две беседы с священниками. Одной хватит. Одной пять минут. У нас пятьсот часов академических. Пятьсот. Этого нигде больше так не делается. Да еще церковно-приходской совет будет решать допустить. Нет. Им дается два человека, которые помогают в это время. Надо подойти к этому так, чтобы не было стыдно перед Богом. Мы это не стали торговаться. Нет торгов у нас. С тарелкой не ходят. У нас вообще этого ничего нету. Нету. Свечи чисто восковые сами льют. А как? Десятина все покрыла. Они не могут это сделать. Они нарушают из семьсот девятнадцати правил. Четыреста тринадцать. Я еще должен на них смотреть. Они за это ответят. Я могу только плакать и молиться о них. У нас ни одно правило не нарушается. Так они меня уловить хотели священники. Собрались. А мы знаем. Вы нарушаете. Я говорю. Рад буду услышать. Где? А вот написано в баню не ходить с евреем. Я вообще в баню не хожу. А где это написано? В баню не ходить с евреем. Дальше. Нельзя в корчме быть вместе с евреем. Я говорю. Я никогда там и не бывал. Как не бывали? А где? Это где написано? А где? Где написано это? Правило поместных соборов. Они меня на этом... Поместные? Ну поместные. Книга правил. Они решили меня на этом уловить. А один тогда говорит. Ну вот вы ездили в путешествие. А написано лопатка должна быть. Зарыть испражнение. Я говорю. А я сфотографируем с лопаткой. У нас вопрос решался дома. Я только приезжаю. Первым делом туалет дело. Уезжаю. Все заравниваем. Нигде нету. То есть. И все кончилось. Мои обвинители все опрокинулись. Никого нету. Надо работать. Трудиться и радоваться. Что я православный. Так. Мы должны исполнять. Да. Исполнять. Однозначно. Законы которые принимались на вселенских соборах. Однозначно должны исполнять. Да. Которые вот есть же. Книга правил. Там поместные 9. И вселенские 7. Ну а поместные. А поместные. Как поместные. Они в одной книге записаны. Поместные это не то что в России делают. Это поместные. Которые. Тогда там было. Владикийский собор. Там 343 год. 343. Они не могли всех собрать. И церковь все приняла от них. Например. То есть поместные. То что вы говорите. Поместные. Это не то что сейчас. На поместных соборах. Нет. Последний собор. Вселенский. Был 787. А поместные. Дальше 5 века. Ни одного не было. А. Ну вот. Так. А вы мне скажите. Как эта книга называется. Книга правил. Где мне эту информацию найти. Книга правил. Да. Так и называется. У вас это далеко. Там микрофон плохо слышно стало. Да. У меня с интернетом чуть-чуть нет. Вылок себе как-то. Где у вас микрофон то я не пойму. Да. У меня его и нет. Он либо в компьютере. Либо в наушниках. Я так и не здесь. Он нет. Получше маленько стало. А. Вот он значит здесь. Да. Вот так. Снегоправил. Снегометный. 719 правил. Сейчас действующих. Из них 413 ежедневно нарушаются. Умышленно. Так послушайте. Значит. Книга правил. Это все. Все. Правила которые были собраны. 7 вселенских соборов. Записывайте. Да. Вселенских. 9 поместных. И 13 святых отцов. Которые говорили. Правила. Но это было в те времена. Не сейчас. До 11 века. До 7 века нет ни одного собора. Дальше 7. Ну вот. В 787 году 7 вселенский собор. Когда был еще порядок в общем. Дальше 5 века ни одного нет уже. В общем тогда еще был порядок. Да. Сегодня еще никакого отношения не имеет. Если они будут говорить против. Да. Я про что и говорю. Да. Да. Я занимался ими 3 года. Переводил. Отдельно симфонию составил. На житие. Угу. Угу. Так. Значит. Понял. Про церковь. Исполняем то что написано. Вселенских. На соборах. Да. А то что. Они уже нынешние. Новые. Я правильно понимаю. Пока не соберется. Новый. Ну. Вселенский собор. Не может никакое. Ну. Грубо говоря. Поместная церковь. Установить там такое правило. Да. Вопреки. Они могут составлять. Но они действительно. Потому что. Шестой Вселенский собор. Второе правило говорило. Сии. Правила. Изрекли. Трубы. Святого Духа. И никто не имеет права прикасаться к ним. Прямо написано это. Второе правило. Шестого Вселенского собора. В общем. Пока не соберется Вселенский собор со всего мира. Ничего лишнего. Мы не можем там. Поменять. Вопреки. Вопреки. Они не могут сказать. Ну допустим. Вопреки. Экстракорпоральное оплодотворение. Это новое. Тогда не было этого. В пробирке ребенка зачинают. Можно или нельзя. Ну как и развод. То же самое. Церковь пришла и отвергли это. А если все таки родился. Родился значит крестить надо. Ну так же как с разводом. Нельзя было значит. Да. А тут уже сколько-то. Мы не должны это смотреть. Да. Они 12 причин нашли развода. А причина только одна. Да. 12. 12. Так что я в церкви и мне искать не надо. Я должен бороться за чистоту. У нас в общине этого нет. Да. Я Вилхов. Молодцы. Значит все это понятно. Вопрос отпадает. Значит главное общее что было. Дальше у меня такой вопрос из ряда сектанства. Вот. Потому что я кстати я был и у пятидесятников. на собранных. На собранных. На собранных. Что-то затормозило. Зависает. Зависает. Низкое качество связи написано. Прерывает. Зависает. Уже четвертая. Да. У меня что-то не в порядке мне кажется с этим. Зависает. Значит я был и у пятидесятников на собрании пару раз. Был у баптистов пару раз на собрании. Вот. У меня вот вопрос из чуть-чуть. Есть у меня замашки. Так скажем. Сектантские. Вот у меня вопрос чтобы я до конца правильно понял. Чтобы вы мне подсказали про святых. Святых мужей. Вот. Ну про нынешнюю церковь. И про святых. То есть. Для меня чуть-чуть непонятно. И оно нынешнее православие. Но это скорее всего не то что проблема. Ну. Я знаю что вы проблемы не говорите. Но я назову так. Чтобы не искать новых слов. Это проблема нынешнего современного православия. То что люди ну совсем не понимают где они. И что они делают. То есть. У меня есть даже и знакомые. Ну православные которые ходят в церковь. Естественно они уже взрослые люди. Молодежи мало. Они вот нынешнее православие напоминает. Какое-то языческое. Такую языческую веру. Знаете. Как раньше. Вот. Как в фильмах идут. Там бог войны. Бог там. Там. Николаю молись за здоровье. Тому молись за благополучие. Тому молись за это. И то есть. А про бога вообще забыли как будто. То есть. Одно предложение говорится про бога. И десять предложений говорится про святых. То есть. Бог он уже где-то. Такое ощущение как будто так далеко. Что. Вот я сейчас разговариваю на работе тоже. Женщины православные. Она про Христа. Про Иисуса. Про Бога. Отца. Ну. Ни слова нету. Зато есть куча слов про монастыри. Про. Плачущие иконы. То есть. Про. Ну. Так скажем. Про. Такое. Отдаленное какое-то. Вот. Как оно. В первые века. Это разве так же было. Что. Иконы. Молитесь им. Молитесь там. Пишет же. Одного ходатая имеете. Иисуса Христа перед предотцом. Зачем надо. Вот мне объясните. Зачем мне. Зачем мне нужно молиться. Святой Марии. Чтобы она попросила Бога. За меня. Почему. Если я попрошу. От чистого сердца. Искренне. Бога. Разве он меня что. Услышит хуже чем Марию. Или что. Вы Библию это читаете? Читаю. Да. Ну да я буду. На Библию ссылаться. Вы поверите. Все таки. Как. Александр Бенинград. В этом что то есть. Обязательно. По другому не поверю. Молитесь о мне. Дабы по ходатайству. Многих. Я был освобожден. Еще он сам не может молиться. Зачем посредники нужны. Зачем. Еще раз. Он. Он ищет ходатая. Но если эти ходатая здесь на земле. А теперь они на небе. Так они ближе к Богу или нет. Ну ясно что ближе. Обращаются то не к Ленину. А тем которые. На небе. А где. Еще раз что он говорит. Молитесь обо мне. Вы не перебивайте. Я не ответил еще. Посланник евреям 12. 28. Откройте. Что там написано. Ну когда. 12.28. Давайте мы еще. Проверим сейчас. Как понимаем мы. Да. Я этот текст упустил. 12.28. Так. Еще раз. Подождите. Сейчас я. Погружу. Должно открыться. Вот оно где. 22 стих. Начните считать. Глава 12. 20. К евреям. 22. Но вы приступили. 22. Начните считать. И дальше. Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога живого. Вопрос. Подождите. Вы. Он говорит. К верующим. Приступили к горе Сиону. Какой? Где? Мы по порядку будем сейчас разбирать. Ань. Вы. Вы. Приступили к горе Сиону. Где? Это касается и нас. Где мы приступили? В каком месте? И как? Не отвечаете. Идем дальше. Так. И к ограду Бога живого. Вопрос. Где? Отвечайте. Ну я не отвечу. А? Не отвечу. Не отвечу. Дальше. Приступили. Слово приступили относится и дальше. К небесному Иерусалиму. Как приступили? Где? И когда? И как? Приступили ли мы сегодня утром и вечером? Тоже ответа нет. Дальше. Мы приступили ко тьмам ангелов. Объясните. Как? Где? Когда? Ответа нету. Дальше. 23. К торжествующему собору. Где? Когда? Написанных на небесах. Как? И к суде и всех Богу. Тут понятна молитва. И к духам праведников. Достигших совершенства приступили. А поясните, к каким духам праведников? Богу. В родительном падеже стоит. Не к праведникам, а к духам праведников. Когда и где и как. Я приступил. Сегодня я молился. Пресвятая Богородица. Спаси молитвами своими. Апостол Павел. Моли Бога о нас. Святые евангелисты. Мы каждый день приступаем. Как вы приступите? Если опыта нету. Просто через молитву. Я маждусь каждый день Иоанну Златоусту. Какая моя молитва? А он уже непосредственно его видели у Бога. Да и так понятно. Понятно. Стефан видел как. Или я видел. Колесница огненная. Вы меня слышите? Слышу, слышу. И дальше. И к ходатай Нового Завета Иисуса. Ну тут понятно. Молитвой. И дальше все. Везде к молитвой. Значит и тут все к молитве. К духам праведников. Которые достигли совершенства. Поэтому молитвы моя еще доходит нет. А эти достигли совершенства. Прямое указание нарушает, кто не молится. И вот относительно икон начинают. Я говорю. Вы знаете. Христос приходил в храм. И говорит. Дом мой дома молитвы. Я беседую с сектантами. Ну да. Они же не молились. Подожди. По порядку. Не надо это. Торопиться. Я говорю. Вы верите, что он назвал дом мой? Ну так сказано дом мой. А его сделали вертепом разбойников. С этим согласны. А кто этот храм строил? На 100 баптистов и адвентистов ни один ответить не может. Ну кто строил? Соломон. Вот. И считай вторая. Паминон 25 глава. Пришел на Вахану Насар. Все вынесли. Вы что городите? Вы совсем безбожники. Какой храм? А читай пророк Айгея. Читай языки Иля. Когда они вернулись из плена. И этот храм называется Зоро Вавелев. И как павильона? Сделай резные изображения. Слово изображения. Греческая икон. Сделай изображения. Внутри и снаружи. От пола до потолка. И Христос не сказал, что вы идолов тут нарисовали. Это по порядку сначала. Дом мой. И дальше считаем 3 глава Деяния апостолов. Как апостолы шли в храм сейчас молитвой. Какой? И прославляли Бога. Куда они шли? В капище или в храм? В храм. Полный икон. У баптистов ни одной иконы нет. Вот тут. Вы совсем опупели. Я говорю, совершенно не верующие. Так они не поклонялись. Эй, подожди. И Христос считает, не сделай изображение. Вверху внизу 20 глава исход. А почему ты 25 не считаешь? Ни один не считает на 5000 человек. Ни один. Почему? Бог ослепил ум и не хотят признать. Не делай. Но это же Бог говорит, сделай. Теперь ты должен так объяснить, чтобы не противоречило. Вот я преподаю в университетах в пяти одновременно. И в это время приходят там юристы из КГБ, из краевой администрации. Я расчерчиваю доску пополам. Преступление. Наказание. Я наказание начинаю говорить. Наказание. Десять суток. Ну, это там заматерился, там бывает, помощился. Год. Ну, это какую-то курицу украл. Десять лет. О, это серьезно. Расстрел. Ну, это... Ну, тогда еще было, и расстрел был. Дальше. Живьем в ад. Ой, такой статьи нету. А есть. А за что? За отделение от церкви. За сектанство. Самое страшное наказание. Шестнадцатая глава. Книга Чисел. Дафана Верона Корей. Мы сами по себе. Что вы из себя строите? И Бог говорит, я покажу, кто они такие. И с женами, и с детьми, и с шатрами все в ад сошли. Преисподней живьем. Единственный случай на все века. А теперь мы смотрим. Мы считаем. Третья, пятая глава, первая книга царств. Жители Бессамиса на полях жнут пшеницу. И в это время видят ковщек, везут на корове. Коровы идут, никого нету. И они решили посмотреть. Я спрашиваю баптистов. Вы считали? Ну, как не считали? Мы знаем. И что они подошли, посмотрели? Они плевали, как вы. Рубили? Жгли иконы? Нет. А что там было? Ящик. Ковщек. Ящик. Там размеры его даются. Обыкновенный ящик. Но в нем скрижали были. А что это означает? Все ветхозаветное было тенью. Скрижали. На что указывали? Не один. Оно было словом. Да, слово Бога. Вначале было слово. Слово Луну Бога. Воплощенное. А где слово было? В очаве Девы Марии. Ковщек указывал на Деву Марию. И они посмотрели. И написано, они порадовались. Бог убил из них сразу 50 тысяч и 70. Позвольте. Да это в Курск убитого день в день столько не убивали. 50 тысяч. Это три дивизии полностью исчезли сразу. С половиной. За что? Ни один сектант мне не ответил за мои 57 лет. А почему? Сатана связал усты. Уста. А ты бы сказал, за богохульство. Боже, Матерь, Богородец и были другие дети. Вот за вашу хулу Бог вам не дал мозгов нормальных. И теперь вы путаетесь. Это объяснимо. А там если сказал, вот я пишу. Не сделай изображение того, что на небе вверху. Перечисляйте, что на небе вверху. Ну, начинают все. Облака. Звезды. Ну, это все понятно. Дальше. Ангел Херувим и Серапима на небе. Не делай, не делай. 25 глава говорит, сделай Херувимов. И перед ними повергался, повергался. Первосвященник, принося жертву за весь народ. Не надо извращать Писание. 30 глава притчи Соломона, 5-6 стих говорит, всякое слово Господа чисто, не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. А учишь лжецов в озере огненном. За одно слово. Согласен. Согласен. Только вы начали говорить, и я такие, либо я не помню, либо что. Насчет изображения понятно, вопросов нет. Можно изобразить, если Бог сам. А теперь насчет молитвы. Приступили к праведникам, к духам. Прямо говорят, мы приступили, а сектанты не приступили. А у нас единение, церковь одна. Но одна часть торжествующая на небе, другая борющаяся и страдающая. И мы идем туда. То есть... Сейчас, смотри, у меня мысли вроде как верные направления. То есть, если церковь одна ни на небе, ни снизу, она одна. Да. И мы просим Марию бахадатайствовать за меня Богу. То же самое, что я попрошу вас помолиться за меня. Но я-то грешный, я еще в туалет хожу. Ну, образно. Но они-то на небе, на небе уже все. И они рядом. А откуда вы знаете, что они на небе? Так написано, там же вступили к городу небесному Иерусалиму. А где они? Апостол Павел говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, что не сравненно выше. Куда? Что Христос что, в аду что ли, по-еврейски? Какие они хулы изрекают? Что Христос мучается в аду, это у евреев сегодня учит их. Кстати, у меня вот вопрос здесь. Откуда у нас уверенность, что святые, которым мы молимся, ну, я пока не молюсь, что они рядом с Богом, они... А где они должны быть? Ну, вы же видите, как канализируют святых сейчас. Да никак канализируют. К апостолу молимся. Все апостолы, Божья Матерь. Мне не надо канонизировать. А Николай? Уводник? Давайте конкретно. Апостол Павел где находится, в аду или в раю? Ну, судя по Библии, в раю. Он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом. Все апостолы, все ученики его, которые истинно верят, они в раю. Ну, не молись, Николай, никто тебя не заставляет. Веры не хватает, тебя это никто не спросит. Это в каноне тебе не написано. Вот сейчас канонизируют там, ну, есть такие там, Иосиф Володский, это Сталин православный. Все, старик подбирал, чтобы подбивал князя, чтобы казнил еретиков. Я ему никогда не молился и не буду молиться. В этом и вопрос. То, что святых-то много ныне появилось. Так, а ты молишься, ты же не знаешь, правильно, какое. Ну, не молюсь, а еще раз говорю. У тебя нет веры? У меня вера есть, что Иоанн Златоуст перед престолом Божьим даже видит его. Видение было. Да и так понятно, как он закончил мужчинически. Игнатий... Нет. Игнатий, епископ первый в Антиохии, был брошен львом, его львы сожрали. От него осталось семь посланий. Игнатий Богоносец. Ну, идея все. Идея в том, что церковь там и здесь она одна, поэтому, что мы... Одна? Да. Что мы просим того или вот... Да, торжествующая счастья, счастья. А мы страждущие на земле. Хорошо. Это... Спасибо за ответ. Это хороший ответ. Спаси Христос. Спаси Христос. Да, я тоже слышал. Так, дальше вопрос про церковь. Как можно было насильно заставлять принимать христианство, если это противоречит заповеди Христа? А кто где заставлял? Ну, на Руси, допустим. Ну, как заставлял конкретно? Сейчас один ко мне зашел. А знаете вы, вот когда крестили, 20 миллионов было убито. За что, чтобы крестились? Ну, я говорю, ты маленько-то думай-то. Всего-то было 450 тысяч в России. Население-то. Откуда миллионы ты взял? Ну, не знаю. Сатана все это, занозы черные, втыкает в мозги. Не было этого. Не было? Не было. Никого не убивали, ничего. А христианские походы? А? Эти... Походы крестоносцев, это что? Ну, это католиков, спрашивайте. У нас этого не было. Мы никуда не ходим. Ну, они же церковь. Я зачем буду отвечать за них? Зачем? Они ответят. Я знаю, что от сатаны это все. Не убей. Дьявол, человек, убийца. Вот у нас люди в армии идут. Служить. Только альтернативно. За больными ухаживать. Мы оружие в руки не берем. А мы православные. Мы поставили все на рельсы Священного Писания. Мы... Вот сейчас поговорим. Я вам скину. Наши занятия идут. Трижды. Здесь. По скайпу. Но они у вас по времени, да? Как-то поздно. По разное время. В четырех частях еще умножить на четыре. На четыре это, наверное, 16 раз у нас идут в неделю. В неделю. В общем, то, что делали католики, это... Такого отношения. У них инквизиция была. У нас этого не было. А в крещении Руси? В крещении Руси? Мы православные, не католики. Они много заблуждений приняли. Папа, главенство, нигде не написано. Вот. А крещение Руси? Ну, у них тоже свои догматы. У них другое. Но это ладно. Это другое. Они меняют подряд все. Даже к символу веры добавили от сына. Хотя это и правильно. Ну, договорились. Не надо было. Филиоку называют. Да, да, да. Ну, хорошо. А крещение Руси? Там все было нормально? Не было? Не нормально. Еще раз говорю. У меня все это описано в вопросах и ответах. Люди не наученные были. Они доверились ему. И говорили, а раньше мне говорили, знаете, князь, конечно, сказал, кто не будет принимать крещение, тот мне не друг. Я говорю, не лукавьте. А сейчас стали говорить как это. Он сказал, тот мне враг. А с врагами он как расправлялся. И поэтому деваться было некуда. А, то есть не было никакого убийства на Руси, да? На Руси, да? Они Перу по воде пустили, а другие там поймали и завтра опять поклонялись ему. Рису ему. Крещение абсолютно неправильное было. Люди не наученные были. А монахи, которые пришли, они привезли сюда не Библии, а лопаты. Сразу стали рыть подземные пещеры себе. Они даже были учить привезти сюда Евангелие. Хоть на коре бы написали. Хотя бы одно Евангелие переписали. В общем, не было насильно. Никакого никогда не было. Никто не говорит, ни историки, никто. Это новые язычники. Ну, новые. Я тоже, у меня информация читал, что крещение Руси, там чуть ли не тех, кто не хотел, их там убивали. Это все. Пусть они покажут какие-то источники. Откуда они взяли это? Нету ничего. Больная голова. Они это придумывают. Они не говорят, что за время перестройки в России 120 миллионов по борту произведено. Вот надо думать. 120 миллионов. Страну проглотили шребом и вагиной женской. И у католиков свои, значит, эти. Я понял. Хорошо. Так, дальше про священство, про нынешнее священство. Непонятно мне, как люди могут называть священников патриарха владыками, святейшими, то есть всесвятейшими и так далее. Они, как же, вот владыка. Это что имеется в виду? Никак. Слово святейший в Библии употребляется только два раза. Один раз у Иуды он говорит, назидая себя на святейшей вере вашей. Ну и понятно. И в другом месте написано в книге Маковейской. Святейший храм. Ну это понятно, что там явление Бога было и все. Все остальное выдумка тщеславия и гордость. Ну это же, это разве не одно, как будто богохульство какое-то. Что значит? Не могу сказать богохульство, но это Бог свят. Но владыка. Кто владыка? А святейший это превосходная степень. Зачем ему это надо? Короче. У меня есть одно стихотворение, я могу скинуть, оно поется. А сначала не было так. На многое, что ныне видим в храме, от попрошаек лгущих у оградки до алтаря до батюшки с дарами мы допустили всюду беспорядки. Христос сказал враждебным иудеям, я не сужу, а это так, а это нам так ново. А далее слова. От них все холодеет. Судить возбудит слышанное слово. О, если так, то по нему сверяйся, накладывай сравнение к одному один. Дымясь со злобой, слыша это орясно. Да замолчи ты, еретик, кретин. Но если я невежда, недотепа, магист в какой степени лизал, могу увидеть, как ушли далеко. Переродилось в дикую лоза. Я это вижу, у меня стихо говорится об этом. Нет, что говорить? Я страдаю от этого. Мы работаем, но у нас этого нету. У нас вообще ничего этого нету. Все одеты по форме. Нас за мусульманах признают наших. Ни одного безбородого нету. Все крещены троекратным полным погружением в озере. Вот в прошлом году... Вы знаете, что мне сказали тогда вот про владыку, святейца, а вот молитвы святым, которые есть в молитвеннике, да, вот там есть, читают воскресенье в церкви. Они когда писались? Я не знаю, о чем вы говорите. Надо показать, о ком. Вот, допустим, владыка... Подождите. Владыка — это по Слову Божию. И владыки, и князья их называют владыками. Тут ничего нет. Он владычествует. Дано ему. Владыки — это слово евангельское. В общем, я почему спрашиваю. В воскресенье читается в церкви, вот воскресенье читается про, ну, Богородицу. Владычица моя, источник милосердия, к тебе преподаю, и так далее. То есть это вот как... Это же писалось давно. Это, ну, как называется, правильно? Литургия или что? В четвертом веке примерно. А ты не веришь. Не веришь. От этого твое спасение не зависит. Не в этом вопрос. Не молись. Вопрос снятый. Не молись. Нет. Вопрос в том, что они уже в четвертом веке называли владычицу. Правильно? Может, и с первого века называли. А оформилось уже окончательно написанное в четвертом веке. Какое-то введение во храм Богородицы. Я уж им доказываю, этого не могло быть. 4 декабря, на 10 праздник, девчонку, четырехлетнюю Богородицу привели. Она во святая святых была. Когда написано, первосвященник один раз только в году может заходить. Что ей делать? Куклы играть там. Ну, вот это монахи все накрутили. Я не верю, я отказываю, пишу и говорю. Но праздник есть, я его справляю. Мне ничего это не помешает. Надо нащупать грань, за которой это смертоносно. А здесь мне это еще не дает. Грань, ну какая грань? Если ты идешь в церковь в воскресенье и там читают такую молитву. Еще? Ну и что? Как она мне? Уши обрезала или обожгла в глазах? Она так считается. И люди так верят. И ничего в этом нету. Он обращается к госпоже, которой дана такая власть. Она мать Христа. Но нигде не показано, что ты обязан молиться. Вот этого канона-то нету. И поэтому ты стой и не молись, глаза зажмурь. А молись Господу, Господи, ты мой владыка единый. Но нигде не противоречь тому, что есть. Потому что тебя сразу забьют. И вреда никакого нет, если я назову ее владыщицей. Потому что владыками называют простых князей. Я вам говорю, а вы как-то не реагируете на это. Владыки, князья их. Давыд говорит, если обыкновенные князья, так ясное дело, что сегодня это владыка, это епископ. Принято так, мы еще воевать не на чем. А святейшей нигде нету, я не принимаю. Ну, владыч, ну, понятно. Я понял. Так, еще пару вопросов. Ничего, я вас не утомил. Нет, ничего, ничего. Так же в толковании... Денисе, никогда к этим вопросам больше не возвращайтесь. Люди, которые привыкли блуждать по помойкам, их не отвадить. Они так и вот... Они меня тормозят очень сильно эти вопросы. Ты завтра эти вопросы будешь задавать и послезавтра. Запомни это. Даже ты примешь все, но тебя будет все время влечь. Ты привык вольно бродить где-то по чужой блеботине. Зачем тебе это? Не надо. Прими православие, как есть оно. Не участвуй в том, что не сходится со Словом Божиим. И трудись для души. Трудись. Ну, вы знаете, как не участвовать? Если, допустим, с утра надо молиться... Вот там вот есть же молитвник, да? Правила. Как, что, какие молитвы надо читать? Ну, вот как тогда не участвовать? Ну, правила тебе не обязывает. Оно подсказывает. И мы каждый день молимся, по-русски написано. Ну, хорошо, что мне взять из пяти молитв, выбрать две, которые мне нравятся, которые я понимаю. Вы для себя знаете, еще раз говорю. Когда мне спрашивали, вот вас бы избрали патриархом, что бы вы сделали? Я говорю, первым делом прекратить всякие строительства храмов. Рассчитать с должниками. Второе, на третий день или второй, я бы открыл тысячи училищ. А где бы взяли? Ну, серьезно все это понимают. Я говорю, где? Я уже договорился с баптистами. У вас есть такие люди, которые научили бы нас, православных, любить Христа, Бога истинного? И Библию, конечно. Но только не трогать ничего православного. Согласна. Сколько надо? Я говорю, тысячу. Будет к утру. Все. Надо реально подходить к этому. Мы не патриарх, поэтому пока... Ничего, ничего. На пятый день, я говорю, надо спрятаться, иначе на него его бьют. Да, точно. Церковная махия пострашнее той, которая в 90-е годы здесь орудовала. Да, я знаю. У нас тут тоже бардак. Столько было гонений, но у нас все по-другому. Все. Так, хорошо. Почему отцы церкви в толкованиях, да и не только в толкованиях, иногда так негативно, а иногда даже с ненавистью, призывали людей, не слушать евреев. Правильно. Вот они... Правильно. Ну, а говорится же, вообще, благословляй народ. Да, отвратись от него. Полной ненавистью ненавижу их, враги они мне. Как ненавижу? А то, что они мешают, сбивают людей. Апостол Павел говорит, грядет на них гнев до конца. Павел говорит, а мы такие... Ну, а говорится же, что не говори на святой народ ничего плохого. То есть, благословляющих благословлю, проклинающих проклину. Но когда он есет в ересь, говорит, отвращайся от них. После первого и второго разумления. Ибо они, говорит, говорят, это будущее самоосужденное. 3-10 посланий к Титу. Вы один раз услышали, а второй раз повторяю вам. Церковь это постановила и говорила и правильно. Потому что они предавали христиан, натравлили правителей как народа. И поэтому церковь обезопасит своих людей. Да. Ненависти никакой не может быть. Но мы должны говорить об этом. Ты не слушай тех, которые противятся Слову Божию. Почему священники носят длинные волосы? На этот вопрос, наверное, можно не отвечать. Это... Да. Я уже понял примерно, что это. Этого же нету, правильно? Нету. Чего нет, того нету. Чего нет в Библии, златоуст говорит, о том не рассуждаем. Даже не рассуждаем. Ну и вот про Христа тоже пару вопросов. Как вот... Верю в Иисуса, верю в Христа, верю, что Он воскрес, верю, что Он Мессия. Но никак есть какая-то степень, не могу, не вмещается мне, что Он Бог. То есть я в любом случае понимаю, что Сын Бога, что... Ну вот, как... До конца не могу понять правильно. Никогда. Никто этого не понимает. Зачем вы беретесь? Это нельзя понять. Вы просто умрете в этом. Ну, у меня... Давай, по порядку. Вы верите в Евангелие Иоанна? В Библию я верю абсолютно. В Библию. Евангелие Иоанна. Первая глава, первый стих. Открывайте. Ну и слово было Бог. Я помню. Слово кто? О ком речь идет? Слово было у Бога. А какое слово? С большой буквы. И слово это было Бог. О ком речь идет? И никогда не задумывались? Или просто упрямы такие? Не-не. Почему? Это я знаю. А кто, кого Богом называет Он здесь? Дальше не идти мне, да? Дальше не ковыряться. Будешь бродить? Помоек еще много найдешь. Захлебнешься в этой блевотине. Еще раз говорю. Столы их наполнены отвратительной блевотиной. Пророк говорит. А ты не я. Я не хочу. А зачем-то твоя вера нужна? А как пишет Евангелист Иоанн в первом послании? Говорит. И три на небе. Отец Слово и Дух Святой. Вот вопрос, который я как раз только сейчас записал. Вот этот стих от Иоанна, не помню какой. Ибо сие три на небе свидетельствует. Отец Сын и Дух Святой. Да. Буквально на днях читал Библию. И вот это послание. И толкование. И понял, что непосредственно Лопухин читал Лопухина. Толкование. Там говорится, что этого стиха нету до 15-го либо 16-го века. Его не было в священном тексте. Не собирайте всякую блевотину. Это 85-е апостольское правило. Которое, говорит, все там было на месте. Ничего не добавлено было. А это уже реформаторы лезли. Так, я не понял. Значит, в апостольском правиле в 4-м веке это уже было? В 4-м веке, а 1-й век. Это уже был этот текст? 85-е правило. Его надо принять и больше ничего не надо. Апостольское правило 85-е. Но там говорится конкретно про... Конкретно говорится о книгах, которые приняли. И никаких изменений нету. Дороже неба и земли Господь оценил. Нет, там говорится, что вот есть первое послание Иоанна. Такой-то стих. Сии 3. Суть на небе. Книги, эти книги. В том виде, в котором были. Откуда у нас перевод сделан? Нет. Книга была. Книга и есть от Иоанна. Но этого текста в книге нет. Ну хорошо. Русский перевод синодальный в 1876. С какого переводили свитка? Говорят, даже в вульгате этого нет. С чего они переводили? Русский? На русский-то с чего переводили? Оригинал должен быть? С греческого. Не, ну из греческого же. С еврейского, с оригинала. А потом сравнивали с греческим, с арабским, с вульгатой, с латинским. И нигде ни одного слова не добавлено. И это Синайский монастриб, который Константин Тетчердорф, немецкие исследователи, в Святой Екатерины монастыре был когда. Это Синайский полуостров был. И он зимой там был и спросил, у вас какие-то есть тут свитки? Говорят, да нет ничего. Он голову повернул, видит монах какие-то черные полени кидают в печь. Он подскочил, выхватил. Это Синайский манускрипт. Синайский манускрипт. Самый древний. Третьего века. Его в 1936 году. И он подарил его России. В России подарил. Потому что она была под протекторатом России. Синайский полуостров. А уже в 1936 году коммунисты продали британскому музею за 500 тысяч долларов. По сегодняшнему это может быть 50 миллиардов. Так, значит меня вопрос этот очень интересует. Этот текст. Ибо три свидетельствуют на небе. Отец Слово и Святой Дух. Сии три суть едино. Толкователь. Самый маршал. Блаженный Ферфилакт толкует это. Златоуст толкует. Где бы они взяли эти слова. Лопухин узнал. Ну что придумывают то. Как только они сходятся. Неправильный перевод. Не, я не утверждаю. Я спрашиваю. Синодальный перевод. Лучший в мире за всю историю. Четыре духовные академии переводили. Самые лучшие переводчики. Каких сегодня даже нету нигде. Вот сразу они там где-то. Почему у меня такая мысль не возникает. У вас самое главное нарушено. У вас все шаткое. Шаткое. Верно утверди. Библия абсолютно правильна. Нет упущенных слов. Нет прибавленных. Так. Значит это всегда было. Значит то-то он не то там. Да никто сатана. Это уж явно сатана просто нашептывает вам. Даже неприятно слышать это. Если Библия для нас под сомнением. Мне это тоже неприятно. Но как видите. Тут толкователь. Вроде толкователь. Такой серьезный. Не надо толкователь. Почему мне этих мыслей не приходят. А вам приходят. Надо реальной жизнью жить. Они переводили и смотрели не только это. А как это слово переводил Златоул в четвертый век. Как Кирилл Русалимский. Как Игнатий Богоносец в первом веке. Вот какое сравнение было. Перевод. И нигде не было что слово выпущено было. Ну и даже если не было выпущено. И мы ничего не теряем. Мы знаем. Бог единый во святой. Крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Понятно что троица. Бог единый в трех лицах. А как? Никто не знает. Надо принять. Иначе в мусульманство тебе легче пойти. Это просто сатана. Мозги бекренят и все. Заключение делаем такое. Что каждый текст всегда был изначально. Синодальный перевод. Показываю. Русский синодальный перевод. Самый лучший за 2000 лет. Самый правильный. Каждое предложение оно было. А они еще повторяю. Они сравнивали как это по-гречески. Как по-масорецки. Там сравнивали как это по-латински. Как по-арабски. И как святые отцы толковали это. Четыре духовные академии переводили. Один из присутственных дней в синоде. Был посвящен разбору поступающих частей перевода. А какие переводчики? Даниил Абрамович Хвольстон. Крещеный еврей. Доктор пилологии Лепсевского университета. Сегодня таких нет переводчиков. Вообще нету. Для них вот профессор Герасим Петрович Павский. Он писал учебники для еврейских школ. По-еврейски. То есть выше этого ничего уже нету. Писать учебники может только человек в совершенстве знающий язык. Учебники писать. Это не галушками бросаться. Тут я ничего не могу. У вас ничего нету. Вас просто бить надо и все. Эту дурь вытряхивать. Уже до Библии добрался. Тут не согласен. Если там еще можешь думать. А тут что думать когда неправильно. Я не говорю не думать. Ну как если я читаю. Никак написано не прибавляй не убавляй. И кто бы решился на это. Его не было. Вдруг кто-то вписал бы. А вписал от чего? С головы? Ну маленько подумайте что вы огородите то. Как бы кто-то писал. Но русский переводят. Откуда бы они взяли? Откуда? Не то что русский. Даже старые. Пишито. Пишито. Арабских. Его не было. Хорошо. Иероним Стридонский переводит. Умер в 420 году. На латинский язык. Он где брал? Он где брал? Ну это не я говорю. Это говорит толкователь Лопухин. Я Лопухинах. У меня есть Лопухин. Я один раз взял на занятия в университете. Едва занятия провел. И больше в руки не взял. Он так пишет. Его переводы эти нужны для червей книжных. Самый лучший. Блаженный от всех святых отцов и в духе. Я же не своим эти говорю. Я спрашиваю почему он так толковал. Говорит что его не было. Его прибавили. И толстовцы не своими. И адвентисты не своими. И Лена Уайт. И Бахмелгеры не свои. Вот есть такой ролик маленький. Вы его найдите. Называется Интервью с дьяволом. Смотрел уже. Вот и все. Маленько не так. И человек уже мой. Зачем бы я ради... Да нет. Я не отрицаю конечно. Я туда-сюда. Это как ветвь вколеблемая. Григорий Богослов. Ян Затаул. 1173 биографии. Все признают. А Лопухин написал. А кто он такой? Он не святой. Ничего. Он просто брякнул и все. Какие доказательства приводят они какие? Ну надо посмотреть мне Златоуст и этот. Если он толкует этот текст. Значит он есть. Толкует. Толкует. А вот у меня почему-то нету его в этом. Филак-то откройте. А он взял там почти 90% со Златоуста. Да. Да. Я трехтомник выпустил. Вы зайдите на наши ресурсы. Я вам скину сейчас. Да я знаю. Я у вас книгу купил еще. Думал эти купить. Нет. Просто я захожу вот на толкование. Здесь общие. Все-все-все толковать. Давайте заканчивать. Уже скоро полтора часа будет. Хорошо. Давайте тогда по личным вопросам про Христа я не буду спрашивать. Принял-принял. Не принял-не принял. Чтобы вы не претендовали на это. А? Никакой тайны чтобы не говорили. Мне не нужны тайны. А то начинает. Я развелся пятый раз. Можно нет. Шестой. Не. Это понятно. У меня вопрос. В какую церковь ходить. Если в городе все церкви нарушают апостольские правила. Постановление правила. Какая к вам ближе находится. В патриаршую церковь. В русскую православную ходите. Да. Все. Нарушают. Не нарушают. Меня это не касается. Вас не смущает неграма. Ходите в русскую православную церковь. Московского патриархата. Да. То что они делают это. Это вас не касается. Они ответят за себя. Но ты им помогай. И священники обращаются. И начинают народ учить. Нельзя так сложа руки сидеть. Но все равно желательно найти такую церковь. Более-менее которые. Не ищите. Просто где зайдешь там и оставайся. Ближе к дому. А. Я понял. Дальше. Как крестить ребенка если нету крестных. Которые осознают всю ответственность. То есть ну всю серьезность. Что надо. А это в обязательный порядок не ставится. Родители главное. У меня крестники были. Которых прямо просили. И к одному доступу у меня нету. Это все вот так фишка. Так еще раз не понял. Значит что. Без восприемников. Сами крестить. Можно? Можно конечно. Без всяких. Желательно. Но если нет возможности. Если есть хорошие допустим мужчины. Ну нету. Ну нету значит крестей и все. Сам восприемник. Которые. Все. Правил таких нету. Что если восприемника нет и крестить нельзя. Нигде нету. 50 апостольское правило. Так если меня крестили в детстве. Где-то 6-7 лет мне было. Я помню меня обливали в тазике. Я стоял и меня обливали. Недействительно. Надо заново. То есть не заново. Первый раз ты будешь креститься. Ну да. Полностью это. Я опускаю шторки. У меня свет горит. То есть заново да. Если не полностью обливание было. Оля. Священие означает погружение. В переводе на русский язык. Да. Погружения не было. Значит крещения не было. Еще тут еще дальше говорить. Ага. Так. Нужно ли венчаться если просто расписаны. Обязательно? Обязательно. Обязательно. Это вопрос не снимай даже. Я задаю вопросы на которые знаю ответ. Обязательно. В это же воскресенье пойдите. Какой бы ни был священник. Но чтобы венцы договорились. Чтобы надевали на голову. И они держались сзади. Если не надевают. Узнайте. Не венчайтесь. И крещение если. Полное даже. Деньги просит там. За деньги нельзя. Это симония. А вот я и проговорю про вокруг. Деньги не платить заранее скажите. Я приду другое. Десятину вам отдам. Но не за крещение. Будьте лучше. Я про это не говорил. Заранее договоритесь. Чтобы жена была прикрыта. Ни одной волосинки не было видно. Как в хиджабе было. Как у нас венчают. Ну я думаю. Батюшка же должен подсказать. Что как правильно делать. Надо делать. Он сам неправильно венчан. Неправильно. А где мне эту информацию найти? Как подготовиться? На наших ресурсах. У меня самая полная. Когда я скину вам. Книга моя. К истинному православию. Там все сказано. Ну есть она у меня. Ну тем более. Все. Там про венчание есть что ли? Вы у меня что? Вы писали книги? Да. Я заказывал она. Ну вы получили их? Конечно. А фотографии выслали мне? Обязательно. Ну тогда. Еще молчат. Пол бы щелканул тут. Это. Ладно. Хорошо. В чем смысл жизни христианина? В чем смысл заключается его жизнь? Серафима Старовского никто не ответил. Стижание Духа Святого. Добиваться чтобы во всем. Первое родиться свыше. А второе в Духе Святом жить. В благодати плыть. Как Серафим говорил. Чтобы Бог в Евангелии плавал. Стижание Духа Святого. Ответ один. То есть. Все время. Старайся больше и больше. Чтобы Господь тебя благословлял. Для Бога. Я живу для Бога. Ну а естественно и для ближних. Так. Что посоветуете почитать? Читать. 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 Я что могу сказать? Значит интересует. Не просто какие то истории. Там вот как. Там жизнь. Жития святых. И прочее. А именно. Исторически. Чтобы. Что связано с верой. Я не могу советовать ничего. Допустим когда. Священник один понял. Что мои книги значит. Он говорит. У меня большая библиотека. Я все вынес. В подвал. Оставил Златоуста и ваши труды. Больше ничего нет. Говорю теперь. Ну Златоуста надо однозначно. Желательно. Желательно. Вот. В наших книгах практически ответ дается на 4124 вопросов. И там проповеди у меня тысячи с лишним проповедей. Угу. Угу. Так. Ну. Наверное это все. Все. Наверное все. Да. Ну все. Слава Богу. Да. Спасибо. Я сейчас вам скину все. А вы на наш Ютуб заходите утром. Может быть уже ролик будет стоять. Посмотрю как погода у меня будет тут. Ага. И вы заново прослушайте все. Я вас очень прошу. Прекратите ползать по чужим помойкам. Это мешает. Да. Очень сильно. Это не мешает. Это губит вас. Губит да. А я не знаю. Я не знаю. Ты в церковь зашел. Прими все как есть. Но ты можешь не участвовать в этом. Не восставай нигде против. А я буду против Божьей Матери. Ты дурак что ли. В самом деле. Не. Но это я не про это. Это понятно. Просто были вопросы такие. Никак. То есть против не говори. А тебя никто не будет заставлять. Чтобы ты иконы целовал ходил. А один раз когда выходят. Стоит икона то. И это к первообразу подходит. Мы по стенам не ползаем. Свечки не ставим. Тем более они в других строках не чистые. Их в руки брать нельзя. Так. Ладно. Хорошо. Игнать Тихович. Значит апостольские правила. По ним надо и. Да. С Богом. Все. Давайте. Спасибо. Спаси Христос. Аллилуйя. С Богом. До свидания. До свидания. 25 лет. До свидания. Продолжение следует...